Говорит Радио Свобода. В эфире Дороги к Свободе. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 20 июля исполнилось 30 лет с тех пор, как Александр Лукашенко впервые принес президентскую присягу на верность Беларуси. Лукашенко называют последним, наверное, теперь уже предпоследним диктатором Европы и соучастником развязанной России войны против Украины. В период правления Лукашенко отмечен настоящей международной изоляцией Беларуси, масштабными репрессиями против оппозиции, фальсификациями выборов, экономической и политической зависимостью от Москвы. В середине июля Лукашенко неожиданно приказал своим генералам отвезти белорусские войска от украинской границы к местам постоянной дислокации. В Минске объявили о временном безвизовом режиме для граждан 35 стран Европы, а на юго-западе Беларуси состоялись совместные с Китаем военные учения. Что означают эти учения? Почему Лукашенко приказал отвезти белорусские войска от украинской границы и разрешил временный безвизовый режим для граждан европейских стран? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. На связи украинский политолог, историк, директор Института мировой политики Евгений Магда. Здрасте, Евгений. Здравствуйте. И белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза Павел Усов. Здрасте, Павел. Добрый день. Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о последних событиях в Беларуси. С наступлением лета Беларусь концентрировала свои войска возле границы с Украиной, чтобы находящиеся в приграничном районе украинские силы обороны не были переброшены на усиление Восточного фронта против России. Однако 13 июля Александр Лукашенко внезапно посетил зенитно-ракетный полк в Лунинце и приказал генералам отвезти войска от южных рубежей из-за снижения напряженности. Реальную причину такого решения наблюдатели связывают с российскими провокациями в воздушном пространстве Беларуси. Если весной Лукашенко призывал всех готовиться к войне, то в июле, выступая перед выпускниками высших военных заведений и офицерами, он заявил, что Беларусь не собирается ни с кем воевать и не даст врагам втянуть страну в военный конфликт. Все, что происходит сегодня на южном и западном приграничье страны, говорить не надо. Не буду, вы это хорошо знаете. Знаете не хуже меня. По сути, мы оказались в той же ситуации, как наши предки 80-летий назад. Нам также нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть в Беларусь военный конфликт. 4 июля на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане Беларусь получила официальный статус 10-го члена ШОС. Расширяя организацию, Пекин и Москва пытаются превратить ее в геополитический противовес западным институтам. И на этом фоне возрастает роль и влияние Китая на Беларусь. С 8 по 19 июля состоялись первые белорусско-китайские военные учения. В ходе маневров «Атакующий орел» военнослужащие двух стран отработали вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград, спасения заложников и захвата аэропорта. Совместные учения проходили на юго-западе Беларуси, в 30 километрах от границы с Украиной и Польшей. За месяц до этих маневров польский президент Анджей Дуда, выступая на саммите мира в Швейцарии, назвал Лукашенко марионеткой Путина, напомнив, что белорусский диктатор также несет ответственность за нападение России на Украину. Я обращаю внимание на роль, которую кукла Путина в Беларуси, Александр Лукашенко, сыграл в российско-украинской войне, пока издевался над собственным народом. Хочу напомнить всем, что он не только разрешил российской армии совершить нападение на Украину с территории Беларуси, но и инициировал серию гибридных атак на страны Балтии и Польшу. Эти атаки на нашу восточную границу продолжаются уже три года. Отношения между Варшавой и Минском начали ухудшаться в 2021 году, когда десятки тысяч мигрантов, в основном из Ирака и Сирии, приехали в Беларусь и пытались нелегально перейти границу. 20 июля исполнилось 30 лет с тех пор, как Лукашенко впервые принес президентскую присягу на верность Беларуси. Его правление обернулось для страны международной изоляцией, а также экономической и политической зависимостью от России. После президентских выборов 2020 года белорусская оппозиция не признала результаты, заявив о масштабных фальсификациях. Массовые протесты тогда были жестоко подавлены силовиками и тысячи оппозиционеров оказались в тюрьмах. В 2025 году в Беларуси пройдут очередные выборы главы государства. И минувший зимой после голосования на парламентских выборах Лукашенко заявил, что будет участвовать и в предстоящей президентской гонке. В контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает расстрочивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы в следующем году. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе, для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный президент не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Несмотря на антизападную риторику, Лукашенко нередко за период правления разворачивал свою политику в сторону Запада, особенно во время конфликтов с Кремлем. Сейчас российские пропагандисты гневно реагируют на последние решения Лукашенко, связанные в том числе с отводом белорусских войск от границы с Украиной и временным введением безвизового режима с европейскими странами. С 19 июля и до конца 2024 года в Беларуси действует безвизовый режим для граждан 35 стран Европы. Такой шаг, утверждают в Минске, призван продемонстрировать открытость и миролюбие Беларуси. Ну, давайте начнем, собственно, с юбилея. Ну, что 30 лет пребывания у власти, да еще и в европейской стране, и даже на постсоветском пространстве. Это, конечно, рекорд. Ну и что нам делать, Павел, с этим 30-летием? К сожалению, ничего на сегодняшний день мы сделать не сможем. Я думаю, что это не последний в кавычках юбилей, который отмечает Лукашенко. В следующем году он готовится на новый президентский термин. Это уже будет 35-летие. И, скорее всего, будет стремиться удержаться у власти, ну, пока его носит земля, пока его носят ноги, потому что заветной мечтой диктатора, несмотря на все проблемы, которые его сегодня окружают в стране и за рубежом, он все-таки мечтает передать власть или сохранить власть в границах его семьи. Передать ее или Виктору, или Николаю Лукашенко, но насколько последний будет в состоянии эту власть взять и удержать. Поэтому на сегодняшний день это зло остается и без существенных перемен в России вряд ли можно ожидать трансформации политической, тем более демократизации в Беларуси. Как вы, Евгений, считаете, в принципе, этот законсервировавшийся режим, он стал каким-то уроком для соседей? Я, кстати, хочу напомнить, что из них 30 лет большую часть срока Лукашенко был образцовым политиком для украинцев. Они его считали чуть не лучшим политиком всех временных народов. Ну, я думаю, лучшим политиком его считали после завершения президентской каденции Дали Грибаускайта и, наверное, после ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году. Хотя определенные сантименты господину Лукашенко в Украине есть. Хорошие дороги, хорошая социальная политика за российские деньги и много чего действительно интересного. Для меня, как для украинского политолога, всегда интересно сравнение, что практически в один срок пришли к власти Леонид Кучма и Александр Лукашенко. И вот траектория их политических карьер, она, наверное, показывает очень хорошо различия между Украиной и Беларусью. Украина при всех ее недостатках, она все-таки остается страной переходной демократии, тогда как Беларусь все-таки это действительно последняя диктатура. Я только хочу напомнить, что Путин очень грамотно перекинул эту горячую картошку последней диктатуры Европе, именно Лукашенко в 2020-2022 годах. Многие события, связанные с Беларусью, были информационным и не только информационным прикрытием подготовки российского вторжения 24 февраля 2022 года. Лукашенко доминирует на политическом ландшафте Беларуси, безусловно, но Павел упомянул хорошую фразу «пока Лукашенко носит земля». Но уже неоднократно, даже буквально дважды за последние два года, Лукашенко становилось физически плохо во время официальных мероприятий. И это, на мой взгляд, тревожный звоночек не только для него самого, не только для его родных, но и для тех, кто пытается найти некие возможности сохранить этот формат власти. Меня, например, больше тревожит, что суперпрезидентские полномочия Лукашенко по-своему перетягивают на себя и белорусские демократические силы. То есть Лукашенко и президент, и глава Всебелорусского народного собрания, а его основной, можно сказать, реестровый оппонент Светлана Тихановская, она и президент-элект, и глава Объединенного переходного кабинета. Вот такие вот кривые зеркала белорусской политики. А вот, Павел, на самом деле, когда вы говорите о том, что может быть передача власти семейного типа, то тут возникает вопрос, а насколько это вообще реалистично? Ну вот мы знаем, что в России, по большому счету, чекистский режим. Мы не думаем о дочерях Путина, мы понимаем, что кто-то из офицеров ФСБ может стать наследником главы государства в случае, если он уйдет с политической сцены или скончается. А ведь в Беларуси нет никакой такой вертикали власти, которая позволила бы точности обеспечить семейное правление без Лукашенко. Может, все-таки это персоналистский режим, будущее которого неясно? Будущее вообще нашего региона неясно, мы должны из этого исходить. И если мы говорим о режиме Путина, то, конечно же, изначально, еще с конца 90-х годов, этот режим формировался как корпоративистский режим КГБ-ФСБ. И Путин первоначально был техническим условно кандидатом, и все основные карты, позиции были распределены среди его ближайшего окружения, выходцев из КГБ-ФСБ. Но я думаю, что если бы у Путина был сын, а не дочери, я не исключаю такого варианта, когда Путин стремился бы передать власть или подготовить для передачи власти своего сына. Кстати, вот если посмотрим на ближайшее окружение, то уже сформировался такой семейный клан. Клан Патрушева, сын его занимает немаловажную позицию, потом сын Фродкова. И их рассматривают как возможных даже преемников Путина. Все-таки тут вот эта вот персоналисткость и клановость, она была всегда в традиции России с времен императоров и царей. Но вы правы в том, что изначально власть Лукашенко и его пирамида формировалась на основе личного управления, такой персоналистский режим. Уже где-то с начала 2000-х уже пространство информационно забрасывалось, что Виктор один из самых возможных его преемников. Лукашенко, хотя публично Виктор Лукашенко нигде не светился, однако занимал не последние должности в аппарате управления, в администрации и в Совете безопасности. Занимался вопросами, связанными с продажей и транзитом вооружений и так далее. С появлением Николая и перенаправлением ресурсов всех информационных, материальных, имиджевых на него стало визуально ясно, что для Лукашенко Николай является приоритетом. Тот факт, что он его тягает везде, по сути он на всех саммитах, на всех встречах ключевых двусторонних присутствовал, свидетельствовал о том, что Лукашенко инвестировал в него. И где-то подспудно, под сознанием все-таки лелеет надежду, что Николай станет его наследником. И даже в связи с этим искусственно или не искусственно натурально в сознании общественного белорусского общества появился такой афоризм «доколи». Подчеркну, что младшего сына Лукашенко зовут Коли. И доколи Лукашенко будет править. Поэтому подспудно сознание общественное к такому развороту событий готовится. Насколько ресурсов хватит у Лукашенко осуществить такой сценарий, это уже второй вопрос. Но эти процессы он уже запустил. И в своего рода все белорусское национальное собрание, так называемое, которое приобрело статус конституционный, может быть одним из элементов легитимизации такой передачи. Но еще раз скажу, что это будет возможно не в ближайшие пять лет. Для Лукашенко, чтобы осуществить вот именно такую передачу, такую трансформацию, при власти нужно находиться еще как минимум пять-семь лет. А это слишком большой срок для той турбулентности, в которой сегодня находится Беларусь. Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе», которую ведет Виталий Портников. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – украинский политолог Евгений Магда и белорусский политолог Павел Усов. Мы обсуждаем ситуацию в Беларуси и последние заявления Александра Лукашенко. Ну вот, Евгений, то, что белорусские войска как бы отводятся с границы с Украиной, это некий шаг относительной нормализации, демонстрирующий, что Лукашенко не хотел бы напрямую участвовать в агрессии? Или все же просто один из политических маневров? Это информация для внутреннего пользователя. Сначала Беларусь разыграла первый акт драмы «Украина готовится к агрессии», подтянула РСЗО «Полонез», дивизион «Искандеров», который был передан России. Кстати, это те «Искандеры», которые обстреливали Украину. Ну, мы же знаем об игре в ядерное оружие, которое очень нравится и Лукашенко, и его военачальникам. Но при этом нужно понимать, что белорусская армия никогда не воевала с момента провозглашения независимости. Ее самый яркий момент был в январе 1922 года в Казахстан отправилась небольшая группа белорусских военных в составе контингента ОДКБ. Но и то они там принимали участие только в патрулировании. То есть я не думаю, что Лукашенко с его инстинктами политического животного настроен играть в массовую мобилизацию и раздавать оружие тем людям, которые еще вчера выходили в акциях протеста. Ну, я имею в виду акции протеста 2020 года. Потому что, несмотря на то, что сотни тысяч белорусов выехали с того времени с территории Беларуси, это сделали абсолютно не все. И играть в такие игры, я думаю, Лукашенко на сегодня не готов. Он просто для внутреннего потребителя подтвердил слова официального гимна, что мы, белорусы, мирные люди, не стремимся никаким обострением, но очень радостно работаем в интересах российского оборонно-промышленного комплекса, что привело к тому, что в 2023 году доходы белорусов стали самыми высокими с момента провозглашения независимости. То есть Лукашенко – публичный союзник Путина, но публичный не означает настолько преданный или настолько сильный, чтобы бросать белорусских военных на штурм украинских позиций по белорусско-украинской границе, которая совсем не напоминает Донецкую степь, а мосты на ней уже давно либо взорваны, либо надежно заминированы украинской, да и белорусской стороной. То есть Лукашенко, я бы сказал, что он союзник Путина там, где ему это выгодно. И это, наверное, основная формула его политического поведения в последнее время. А скажите, Павел, вот китайские войска в Беларуси – это нечто новое такое? Вообще зачем Лукашенко нужен Китай? Насколько Си Цзиньпин может гарантировать Лукашенко, что его государство вообще сохранится, а не станет частью России рано или поздно? Ну, Си Цзиньпин гарантировать этого не может, но Лукашенко пытается в какой-то степени получить эти гарантии. Я бы вернулся еще к тому, что сказал Магда. Я бы не рассматривал Лукашенко как союзника России. Это немножко, мне кажется, неправильно, потому что зависимость его настолько мощная, что быть союзником, в самом деле, когда ты не можешь принимать серьезных ключевых решений по внешней политике, ну, невозможно. Союзники все-таки это в какой-то степени равноправные партнеры. Поэтому Лукашенко вот со всеми этими играми, в том числе и с Китаем, пытается нащупать варианты маневра. Насколько это возможно в тех условиях, в условиях, по сути, всесторонней зависимости от России. Потому что в стратегическом плане, геополитическом плане, к сожалению, Беларусь уже субъектом не является. И во многом политические действия опосредованы тем, какие решения принимаются в Москве. Вместе с тем Лукашенко понимает, что ресурсов у Путина на два фронта политических не хватит. То есть один фронт — это Украина, а второй фронт — это Беларусь. И осуществить своего рода полномасштабную оккупацию Беларусь, если Лукашенко начнет какие-то реализовывать игры, у Путина не получится. Но вместе с тем Лукашенко не хотел бы полностью раздражать Москву, потому что зависимость экономическая, зависимость политическая все еще остается масштабной. И нащупывание вот этого пространства, вот этой почвы, где Лукашенко мог бы сыграть свою традиционную игру между Россией и Европой, реализовывается введением без виза для европейцев оттягивания или демонстрации оттягивания войск. Ну и, конечно же, попытки также заручиться хотя бы дипломатической или политической помощью от Китая, потому что, я думаю, Лукашенко, как хорошо отметил Евгений, как политическое животное, тоже понимает, что Китай перестает быть исключительно каким-то закрытым пространством, а реализовывает свои мегапроекты геополитические и рассматривает также Россию как возможность для расширения своей экспансии. И в этом случае вот Лукашенко пытается показать, что для Китая может быть партнером не только в плане какого-то транзита в Европу, но и геополитического партнера. По крайней мере, пытается продать свою позицию, позицию Беларуси и Китая для того, чтобы Китай через Беларусь также устанавливал свое присутствие стратегическое и геополитическое в Европе. Вот я думаю, что с этим связано активное сотрудничество Китая, которое началось не вчера, но началось несколько лет. Например, те же Полонезы, про которые уже вспоминал Евгений, они созданы благодаря китайскому ВПК. И это тоже показывало попытки диверсификации Беларуси до 2020 года. Мне вообще, Евгений, кажется, что сейчас создается некая какая-то китайская Европа. Вот Беларусь, Венгрия, премьер-министр, который летает к Си Цзиньпину и говорит с ним о мире в Украине, Сербия, может быть, Словакия. Это помимо тех стран, которые заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Пекином, такими как Германия, Франция, Италия, чьи лидеры недавно побывали в Китае. Но вот это вот страны, которые еще и политически такое ощущение ориентируются на Китай. Совершенно новая ситуация на континенте. Тут, я думаю, несколько таких, знаете, информационных мазков, которые дополняют картину. Ну, Беларусь официально стала членом Шанхайской организации сотрудничества. И можно сказать, что на плечах возвращавшегося Лукашенко в Минск прилетели китайские военные принимать участие в учениях. Ну, мы же понимаем, что для государства с ядерным потенциалом, с большими амбициями получить возможность проводить учения в центре Европы, это достаточно интересно в военно-политическом смысле. Что касается открытия границ без визы для 35 европейских стран, то, на мой взгляд, это очень нивелируется смертным приговором гражданину Германии Рика Кригеру, о котором уже даже белорусское телевидение показало пропагандистский фильм, о том, что его якобы завербовало СБУ. Ну, я не буду пересказывать все небылицы белорусских пропагандистов, я только отмечу другое, что, насколько я понимаю, Лукашенко понравилось менять граждан других стран, то есть торговать чужими жизнями. Ведь пять украинских граждан вернулись в обмен на высокопоставленного священнослужителя РПЦ, они вернулись из белорусских тюрем. А здесь, мне кажется, Кригера готовят к возможному обмену с Германией на господина Красикова, который убил одного из участников чеченского сопротивления практически в центре Берлина. То есть Лукашенко, знаете, его через парадный вход назвали последним диктатором Европы, а он словно пытается доказать, что, как в трех мушкетерах, галантерейщик и кардинал. Вот он такой опытный галантерейщик, у которого поспевает урожай картофеля. А скажите, Павел, вот Шанхайская организация сотрудничества, ОДКБ, Евразийский экономический союз, уже столько структур, в которые вошла Беларусь. Вот представим себе, что когда-то режим может измениться. Как любой другой белорусской власти вообще избавиться от всего этого, я бы сказал, набора ловушек интеграционных? Тут прежде всего важно для новой власти, а мы говорим демократическая власть, потому что новая власть может, конечно, быть и олигархическая. Я не исключаю, если в Беларуси останутся атовизмы автократии и переродятся в олигархат, для этого тоже есть все предпосылки, то ориентация на Россию, ориентация на эти проекты останется. Ну и, конечно же, тоже стоит понимать, что демократические структуры или демократическая оппозиция в условиях такой обширной зависимости геополитической от России к власти никогда в Беларуси не придет. Это возможно только в том случае, когда, первое, Россия проигрывает войне с Украиной, здесь тут никаких сомнений не должно быть, а второе, этот проигрыш приведет к демонтажу режима политического в самой России в Москве либо к хаосу, то, что мы наблюдали в период прошлогоднего марша Пригожина на Москву. Только в этих условиях, если еще к тому моменту демократические силы будут достаточно сильны и способны к борьбе за власть, к реальной борьбе за власть, это не будет так, что их просто привезут и посадят там в Минске на президентское или парламентское кресло, и все равно ждет борьба за власть, тем более, если Лукашенко все-таки после хаоса в России останется при президентских полномочиях. И если только в таких обстоятельствах изменения серьезного геополитического окружения в Беларуси придут демократические структуры, то понимающие, на чем полагается национальный интерес, потому что хочу заметить, что не все представители демократических структур, которые называют себя белорусскими оппозиционными структурами, предполагают дистанцирование от России. Многие из них верят в то, что с Россией, если она станет демократической, и если станет демократической, можно будет дружить. Есть более радикальный подход, который ставит во главу угла национальные интересы, независимость, демократическое развитие и национальное возрождение. Четкий подход – это выход со всех геостратегических, экономических проектов России и переориентация на Запад. Совместно также с Украиной постройка такого регионального союза, можно так сказать, Балта-Черноморского союза, который будет гарантировать своего рода региональную безопасность. Евгений, ну вот уже приближаясь к окончанию нашего разговора, как вы вообще считаете, Беларусь будет более активным участником этой войны или вот все останется на уровне нынешних маневров Лукашенко? Я не верю в способность Лукашенко отдать приказ о том, что белорусские войска должны перейти белорусско-украинскую границу, но я понимаю, что война продолжается уже достаточно долго, и ресурсы исчерпываются, и Кремль ищет, безусловно, какие-то новые шаги. Но такой приказ о вхождении белорусов в состав российской армии вторжения, я думаю, даст мне Лукашенко, это может быть только кто-то другой. А кто им будет, это вот элемент большой политической интриги. Это для меня очевидно, как и то, что без демократической Беларуси безопасной Европы не будет. Мы сами это увидели в феврале 2022 года. Ну вот это очень важный, мне кажется, момент, и, Павел, согласитесь, что такой тезис должен определять будущее развития вашей страны. Но это должны понимать и европейцы, это хорошо понимают украинцы, но даже сейчас очевидно, что ближайшие другие соседи, даже Литва, Латвия и европейские страны до конца не воспринимают Беларусь как абсолютно независимое государство, и уже оценивают ее как часть большого российского пространства, и с этим согласились, о чем свидетельствует масштабное ограничение, ограничение санкционное, которое вводится нисколько против режима Лукашенко, ВПК, а ударяют по простым гражданам. Это ограничение на въезд на номерах белорусских в страны Европы, Литва, Латвия, Эстония. Это санкции, в список которых входит более 100 тысяч продуктов от пуговиц до супов и мха. То есть сейчас наблюдается, вот после такого всплеска солидарности в 2020 году с белорусским обществом наблюдается, к сожалению, смена парадигмы в отношении к белорусам. И это может стать проблемой, потому что если возвести абсолютно железный занавес с Белоруссией, прекратить своего рода транзит, то Беларусь подпадет полностью под информационное политическое пространство. Россия и станет частью империи, и потом уже исключать того, что, например, произойдет объединение армии белорусской и российской, и тогда кто-то другой даст приказ, вот это может быть серьезной угрозой. К сожалению, на Западе не все это понимают. Спасибо, Павел. Мы говорили с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгением Магдой и белорусским политологом-руководителем Центра политического анализа и прогноза Павлом Усовым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч, господа. Мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин